За двадцать лет, может более, я учил своему стилю многих людей. Многие приезжали в Италию, они хотели изучать мою систему. И я учил, потому что это моя работа. Я много работал в России. Начиная с 2009 года, я проводил инструкторские курсы в Москве для одного человека. И за эти три года человек работал усердно в изучении моей системы. Но большая проблема в том, что люди не хотят понимать философию. Люди не хотят вникать в душу стиля, стиля Лайолы. Людям лишь нужны документы и дипломы. Когда у него есть диплом, он думает, ага, теперь у меня есть документы, и я могу завершить это. Но он не понимает ничего. Потому что это всего лишь основа. Это всего лишь тест на то, чтобы понять, хороший ли вы студент или нет. И этот человек не представляет меня или мою школу. Абсолютно нет. Потому что у него внутри лишь мысли об этом как о бизнесе. Но невозможно создать бизнес, основанный на стиле моей семьи. Только если вы продолжаете со мной вместе. Но эта дорога очень длинная. Люди могут подумать, хорошо, когда я изучу технику, я все пойму. Ничего подобного. Такие люди ничего не поймут. Я представляю для этого человека лишь мостик для его бизнеса. Вот, например, когда люди приезжают ко мне в страну только лишь для того, чтобы сделать фотографию. Ага, у меня есть фотография с мастером Данила. Это невероятно. Это сумасшедшее. Потому что я не понимаю, что он этим исследует. Я помню, когда я приезжал в Украину, в Одессу первый раз, в Днепропетровск, в Днепропетровске. Было много людей. Мы проводили множество семинаров. И вот человек прозанимался всего 4 или 5 часов. И что он думает? Он понимает мою жизнь, мою систему? Абсолютно нет. Если вы хотите изучить мою систему, очень важно продолжать работать рядом со мной. Если вы не работаете, если вы не идете со мной, вы ничего не получаете. Это моя философия. Это мой стиль и мой путь. Сейчас я хочу открыть новый веб-сайт. И я хочу поместить там имена людей, которые имеют разрешение обучать моему стилю. И я сожгам диплом, который будет действителен в течение года. Вы продолжаете работу со мной, и каждый год я ставлю новую печать в дипломе. Если вы не продолжаете, на этом все закончено. А этот человек знает лишь одну маленькую часть о моем стиле. Когда я размещаю видео со своими движениями, я делаю все быстро. Я не хочу, чтобы люди понимали, но хорошо, есть возможность замедлить. И все равно я знаю, что никто не поймет суть, потому что у них нет ключика для понимания. И этот ключик является моим секретом. Поэтому люди двигаются, но они не понимают. И есть большая разница между моими движениями и движениями этого человека. В них нет гармонии. Приезжайте в Италию не только на одну неделю. Идите с одним мастером и продолжайте работать с ним. Ешьте с ним, спите в его доме, ходите вокруг с ним и продолжайте работать. Это не на один год, и даже не на три. Возможно, некоторые люди считают, что я плохой человек. И приходя на семинары или инструкторские курсы, вы узнаете лишь одну часть меня. Да, я иногда одеваю маску, потому что я не дурак. Многие люди приезжают из Италии и думают, я сейчас одену кепку, курточку и одену рубашку, оденусь по-итальянски, и теперь я знаю итальянские традиции. Нет, это глупые люди. Правда. Потому что, вот возьмем, к примеру, вино. Некоторые попробуют это вино, и я спрошу, что вы думаете про него? Да. Да, они скажут, оно хорошее. Хорошо. Но, возможно, это вино плохое. Но этот парень говорит, что оно хорошее, потому что у него нет культуры для понимания. Если вы хотите, и это мое заключение, если вы хотите понимать итальянские единоборства, исследуйте, приезжайте в Италию, смотрите, путешествуйте по Италии, общайтесь с итальянцами, наблюдайте за всем, когда они говорят, когда они двигаются, когда они едут за рулем, хорошо, только тогда, когда у вас появится много информации, все больше и больше информации, только тогда, возможно, у вас появится ключик для понимания итальянского стиля. Сейчас я вижу многие люди в Ютубе и Фейсбуке размещают видео, где они одеваются по-итальянски и думают, я двигаюсь так же, я знаю итальянские традиции, я все понял за 7 дней и теперь я приехал домой, одел кепку, я двигаюсь и теперь я как итальянец. Нет, но когда итальянцы смотрят такое видео, они думают, что это за дурак, это что, комедия какая-то? И мой учитель, я помню, как мастер Джакомо, когда он увидел видео некоторых людей из Украины и одного человека из Латвии в кепке, в курточке и он показывает движение, да что это, он что, маленький? Или пытается рассмешить нас? Это похоже на какую-то пародию на итальянский стиль. Да кто вообще этот парень? Он не контролирует свои движения. Когда я езжу вокруг Италии для исследований, мне интересен человек. И техника. Техника это уже второй шаг, но я интересуюсь именно человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...